Сегодня в краевом правительстве подвели итоги работы за год. Это был непростой период. В 2014 власти дважды корректировали бюджет. Дополнительную поддержку более 11,5 миллиардов рублей регион получил от Федерации. В этом году наш край собрал самый большой урожай зерновых среди регионов Сибири и Дальнего Востока. В эксплуатацию были введены все гидроагрегаты Богучанской ГЭС. В правительстве подчеркнули, что первая половина года прошла под знаком стабильности, а вот ключевыми событиями второго полугодия стали санкции, обвал национальной валюты и цен на нефть. Однако, несмотря на все это, социальные обязательства были выполнены в полном объеме. Мы с вами как власть фактически выполнили те обязательства, которые брали и перед населением, и перед работниками нашей очень большой сети бюджетных учреждений. Хотя ресурсы, как я выше сказал, были и ограничены, тем не менее, справиться с этими вопросами нам удалось. Особое внимание в этом году уделили социальной сфере и здравоохранению. В различных районах края открылись сразу шесть школ. В детских садах появилось почти три тысячи дополнительных мест. В эксплуатацию были введены три корпуса онкологического диспансера. Своё 25-летие отметил Краевой клинический центр охраны материнства и детства. В этом году там заработали три отремонтированных отделения – онкологии, гематологии, центр реабилитации детей-инвалидов и отделение патологии детей раннего возраста. Началось проектирование перинатальных центров в Ачинске и Норильске. Там оказывают помощь беременным женщинам и младенцам из разных районов края в самых сложных случаях. С Новоселова сами. Это далеко отсюда, в принципе. Ну вот, и буквально на пятый день она пошла на поправку у нас. И вот два месяца пролежала она. Почти два месяца без меня. Меня позвали, и вот уже два-триста вешаем, уже домой.